Новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! Короткий обзор новостей на сегодня. Собрание ветеранов войны в Армении. Тапанима Арцаха Мартуни. Армянская идентичность Дерсим. Вооруженные силы Азербайджана открыли огонь и стрелкового оружия разного калибра в направлении Вериншоша. Корнирдзор, дорога, связывающая Арцах с Сюником, не пройдет через деревню. Армянские сироты после геноцида. Детские дома Александрополя. Альберт Авелян, врач, переживший геноцид. 11 марта 2023 года во французском городе Канн состоялось общее собрание Ассоциации ветеранов армянского происхождения и борцов сопротивления, в котором приняли участие председатель Национального совета Западной Армении Арменак Абрамян, министр иностранных дел Западной Армении Лидия Маркусян, депутат Алп-Маритима Александра Мартин, глава мониторитета Грасса Муан Сарту, представители городских советов Грасса Канна, Ле Канне, Ле Канне Решевиля, Манделье Ля Напула, Антиба и представители боевых действий. Господин Жан Казарусян начал речь со слов благодарности второму председателю Ассоциации борцов за боевые действия и французско-армянское сопротивление господину Альберту Жуэн Бекджану. Перед началом собрания участники почтили память жертв минуты молчания. Затем слово было передано депутату Александру Мартин, которая выступила с речью о своей приверженности правам армян. Завершая выступление, министр иностранных дел Республики Западной Армении Лидия Маркусян вручила госпоже Александру Мартин сертификат почетного гражданина Республики Западной Армении. Министр высоко оценила приверженность защите прав армян, работу парламентариев и сенаторов в целом по той резолюции, за которую они проголосовали. Госпожа Маркусян добавила, что война 2020 года против коренного народа Арцаха и блокада 120 тысяч жителей является частью программ геноцида, начатых в 1894 году, подчеркнув, что стабильного мирного регулирования невозможно достичь без учета прав приобретенных Арменией в 1920 году, в частности Западной Армении. Господин Арменак Абрамян представил ситуацию в Арцахе и Западной Армении после землетрясения. Далее были представлены финансовые отчеты, которые были утверждены единогласно. Общее собрание завершилось выступлением представителей мультиполитета района и вручением трех военных наград. Председатель Национального совета Западной Армении Арменак Абрамян и Жан Казаросян вручили медаль Хайкакан Сур заместителю председателя правления Национального совета ООН Манделе Ля Напула Жан-Клоду Дюпону, председателю управления Общества дружбы армянских ветеранов Мужона, председателю управления французской памяти Марку Дурсти, председателю Союза национальных воинов Канна полковнику Мишель Жужели. Танджирицар. Недалеко от села Сахтораша, в 37 километрах к северу от Степанакерта, возвышается гигантское дерево Чинари, возрастом более 2200 лет. Согласно легенде, дерево посадил Тигран Мец. Дерево имело 15 ветвей, которые символизировали провинции исторической Армении. Все ветви, кроме Арцаха, засохли. Высота дерева 54 метра, диаметр 27 метров. Тень дерева покрывает площадь в 1400 квадратных метров. Листья дерева достигают полуметра. В дупле легко могут разместиться десятки людей. Дерево считается самым старым и высоким деревом не только Армении, но и бывших советских республик. По размеру оно больше, чем деревья, растущие на острове Коз, Эгейского моря и деревья в ущелье Перуза Ашхабада. Впервые дерево получило паспорт в 1900 году. В то время у дерева был охранник, который охранял Танджирей. В советское время дерево также получило паспорт, как самое старое и высокое дерево, растущее на территории СССР. Алави и Ареви, которых в Османской империи называли Казбаши, также оскорбительными словами Мом Варух Терах Сандеран, отступниками или неверующими, были по статусу ниже христиан, так как не были защищены статусом милета и не пользовались статусом тхима. Только в конце XIX века османские власти начали считать Алави и Ареви мусульманами с пропагандистской целью уменьшить всех христианских подданных империи и идеологически втянуть их в поддержку джихада против христиан. Различные названия, данные этому населению, часто имеют персидское происхождение и тесно связаны с немусульманским характером Алави. Матти Муса утверждает, что армяне называли их «кармерглюх» до основной перевод Казбаши. Этот термин также означал «перс». 13 марта с 19.00 до 19.30 подразделения вооруженных сил Азербайджана открыли огонь и стрелкового оружия разного калибра по армянским позициям, расположенном в направлении Вериншоржа. Об этом сообщает Минобороны Армении. С армянской стороны потерь нет. По положению на 22.00 ситуация на передовой относительно стабильная. Напомним, что 9 марта азербайджанцы открыли огонь и стрелкового оружия разного калибра по армянским позициям, расположенном в направлении села Вериншоржа Киар-Куникской области. Новая дорога, связывающая Арцах с Сюником, не пройдет через село Корнедзор. Осенью прошлого года сельчане организовали сбор подписей и попросили правительство построить дорогу, место прилегающее к селу Полей. По словам главы общины Давида Гулунца, он предложил министру заасфальтировать участок, ведущий от Корнедзорской дороги к селу. После 44-дневной войны 2020 года, по заявлению от 9 ноября, в течение трех лет должен был быть утвержден проект нового маршрута коридора, соединяющего Арцах с Сюнинской области. Однако Азербайджан уже летом прошлого года объявил о завершении строительства своей части дороги. Армянская сторона начала строительство в августе прошлого года. На фоне закрытого коридора, связывающего Арцах с Сюником, энтузиазм, возникший в связи с активными строительными работами в Корнедзоре, постепенно угасает. Сельчане, живущие в нескольких сотнях метрах от азербайджанских опорных пунктов, почти не ожидают мира. Население разочаровано, нас обманули, народ проигнорировали, отмечает житель Корнедзора. Сельчане пытались восстать против решения правительства, но в село приехали полицейские. Ситуация настолько катастрофическая, что некоторые сельчане считают оккупацию Арцаха властями Азербайджана энергичной программой. Во время геноцида армян в Западной Армении сотни тысяч детей лишились родителей. Работа по спасению детей была одним из самых насущных вопросов того времени. С 1915 года приюты для детей без крова открываются сначала в Карсе, после взятия Карса в Александрополе. В октябре 1915 года число беженцев в Александропольском уезде достигает более 22 тысяч человек. 30 октября 1914 года во главе с предстоятелем Александропольской епархии в Ортопетом Артаком была создана Национальная комиссия и отдел волонтеров для самообороны, помощи беженцам, раненым и сбора статистических сведений. Защита бездомных детей набирает большой размах. В 1915-17 годах в Александрополе открывается 8 сиротских домов, где приютились 500 армянских детей, переехавших и в Западной Армении. Первый детский дом в Александрополе открылся 20 ноября 1915 года молодежным союзом, который с большими трудностями удерживал приют только за счет своих средств до февраля 1916 года. 25 апреля 1916 года открывается второй приют объединенных компаний для 62 сирот. Также приюты открывает Армянский центральный комитет помощи пострадавшим от войны при армянской благотворительной организации Кавказа. Сирот обеспечивают едой, одеждой, медицинскими и санитарно-гигиеническими преднадлежностями. Помимо общеобразовательных предметов, дети изучают различные ремесла и иностранные языки. Девочки-сироты учатся выполнять домашние дела. Часть дня дети проводили в школе, часть в мастерских. Детские дома существовали до 1927-1929 года. Далее открывается пряжная фабрика имени Лукашина и текстильный комбинат, где сироты приступают к работе. Врач Альберт Абелян родился в Кесабе 4 ноября 1893 года в семье врачей. Начальное и среднее образование получил в Кесабе, высшее в Центральном колледже Аньтапа. Вскоре был призван в Османскую армию в звании унтер-офицера, служил на Блуссе на Палестинском фронте. После войны кесабские беженцы из Хомса и Джисар-Шугур были перевезены в Кесаб. В 1920 году эмигрировал в Соединенные Штаты Америки, обосновался в Бостоне, где работал педиатром в частной клинике, также в различных больницах. Доктор Абелян, видя геноцид армян, болезненные физические и психические явления, решает предоставить свою научно-медицинскую деятельность на пользу армянскому народу. В частности, армянскому развитию, решению прав и возможностей нового поколения армян. В медицинской сфере пытался отразить свою армянскую идентичность, написав медицинские книги на армянском языке, которые были источником медицинских знаний. Вошел в медицинскую литературу на армянском языке, делая это с большим удовольствием, выполняя долг армянского врача перед кровными родственниками. Доктор Абелян издал на армянском языке ряд медицинских работ и статей. В 1960 году написал свою последнюю книгу «Антиохийцы» на английском языке. Доктор Альберт Абелян скончался в Бостоне 14 ноября 1986 года. Из завершения новостей послушаем музыкальное произведение. Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра! Субтитры создавал DimaTorzok